привет может вы не знали но на разных интернет-площадках есть разные требования к звуку формату дискретизации и так далее но самые неочевидные это требования громкости что будет если их не соблюдать как правильно громкость измерить и как сделать нужную вот что разберем сегодня и для этого нам пригодится немного сухой но полезной теории и никакой особой магии ну может только чуть-чуть невероятно из-за такой маленькой ерундовины и столько проблем давайте по порядку зачем вообще требовать какую-то конкретную громкость ну во первых возможно у вас бывали такие случаи вы смотрите какое-то видео и вдруг включается реклама или следующее видео которое может просто вас контузить то есть резкие скачки громкости просто не круто ты даже не представляешь насколько не круто во вторых у людей особенно считать будто чем громче тем лучше и из-за этого существует тенденция перекомпрессировать звук чтобы сделать погромче при этом жертвуя динамическим диапазоном но утомляемость от такого звука гораздо выше ну и в третьих ограничения нужны чтобы при загрузке на сайт при конвертации или любом преобразовании ваш контент звучал отлично и без искажений на любом устройстве в общем причины требований простые и даже благородные но проблема в том что понятие громкости довольно непростое что это во многих программах можно увидеть прыгающие значения и их максимумы громкость ли это нет это пиковая амплитуда и звуки с одинаковым уровнем пиков могут казаться разными по громкости кто-то для измерения громкости используют параметр рмс и по моему опыту кое-кто из вас так и делает признавайтесь в комментах однако опять же рмс могут быть одинаковыми а воспринимаемая громкость разная почему так извини за грубость модели некогда было соблюдать масштаб и раскрашивать все дело в особенностях слуха из всего диапазона который мы вообще можем слышать мы лучше распознаем средние частоты это явление известное и описывается кривыми равных громкостей флэчера мэнсона но измерители пиков и рмс это не учитывают тогда как же измерить воспринимаемую громкость сегодня используют люфс это единица громкости по полной шкале и она учитывает и сжатие звука и особенности слуха идея такая что дорожки с одинаковыми люфс будут восприниматься одинаковыми по громкости даже если это классическая музыка и какой нибудь современный трек и люфс бывает разное моменты это мгновенная или моментальная громкость краткосрочная громкость и integrated для ее расчета учитывается вся дорожка целиком и чаще всего вам пригодится именно громкость integrated еще один важный параметр это true пик обычный пики мы увидим на любом анализаторе а true это те которые появятся только при экспорте вашего звука из программы при преобразовании из цифры в аналог или при смене формата аудио например из вав в mp3 и так на разных площадках разные требования по громкости список требований самых популярных можно найти на сайте юлин например для apple подкаст громкость integrated должна быть минус 16 люфс с допуском плюс минус 1 и true пиками в минус один децибел youtube минус 14 и минус один соответственно spotify netflix и так далее а если чего-то здесь не хватает есть статья с большим списком требований самых разных сервисов компаний и стран все ссылки найдете в описании а как узнать параметр громкости своего файла вдруг и так все хорошо во многих программах можно так или иначе посмотреть статистику например в кубейс просто выбираем файл и жмем audio statistics и тут как раз выделяется integrated loudness и max true пик level то же самое можно найти и в audition просто открываем свой файл закидываем в окошко match loudness и жмем вот эту кнопку компьютер loudness тут смотрим айти юла у нас и true пик айти юла у нас это и есть integrated айти ю это международный союз электросвязи который разработал и ввел систему и фс если в вашей программе нет такой статистики на сайте юлин есть бесплатный помощник открывайте через него свой файл и он покажет вам integrated пока он не показывает true пикс и принимает только стерео файлы но это бета версия и возможно скоро все появится еще кстати есть бесплатный сервис loudness penalty скидывайте сюда звук и узнаете как некоторые сайты него воспримут и например видно что youtube снизит громкость моей дорожки на полтора децибел кстати youtube только понижает громкость а некоторые площадки могут и повысить если ваш звук слишком тихий алгоритмы разные также есть платный плагин loudness penalty поможет узнать то же самое не выходя из проекта стоп если площадки умеют сами корректировать громкость тогда можно и не париться к сожалению не все так просто специально для этого видео я провел пару экспериментов покажу их в конце и вы поймете почему лучше заранее делать параметры так как требует площадке продолжим удобнее всего когда перед глазами изменение громкости в реальном времени так видно какие именно моменты влияет на общую громкость и где выстреливают труб пики и в этом хорош анализатор юлин loudness meter один из самых удобных и гибких и так есть бесплатно и платная версии сначала для бесплатную кстати можно установить как плагин в программу или как отдельное приложение тут все просто здесь видим как ведет себя громкость краткосрочная моментальная и трубики цифры выносятся вот сюда а нужная нам интегрейтед рассчитывается и выделяется синим здесь мы можем сменить пресет метода расчета громкости по дефолту пресет и бюр 128 это стандарт телерадиовещание европейских стран включая россию и он требует громкость минус 23 люфс если выбрать другой пресет то будет другая цифра в бесплатной версии недоступны пресеты для стриминговых сервисов но мы то с вами уже знаем что на сайте разработчика можно найти описание всех этих стримингов и допустим вы хотите загрузить видео на youtube выбирайте дефолтный пресет прослушайте всю дорожку целиком и надо чтобы здесь было не больше чем минус 14 и минус 1 вот тут сверху отмечаются моменты где трупик превысил минус 1 так вы узнаете потенциально проблемные места в вашей дорожке ну и все можно пользоваться бесплатной версии плагина а что может платное можно включить темную тему хоба а если серьезно во первых в эту версию можно просто перетащить звук или даже видео и анализатор все просчитает составит график и не нужно ждать прогонять всю дорожку во вторых можно оценить изменение динамического диапазона то есть насколько сильна компрессия в каких-то конкретных моментах особенно это полезно музыкантам например для сравнения сжатия припевов и куплетов своего трека с референсным в третьих можно экспортировать свои графики в отличном качестве чтобы допустим при сдаче проекта показать клиенту и сказать мол глядите я даже по звуку все учел и кстати если покликать вот сюда в любой версии программы то откроется скрытая игра сможете немножко отвлечься и кстати про версия помогла мне сделать некоторые полезные выводы и кое-какие шпаргалки чуть позже покажу а сейчас как установить требуемые параметры громкости простейший способ это сделать нормализацию по громкости например куба из про выбираем файл процесс с нормалайз тут нормализация по громкости и вписываю минус 14 если делаю для ютюба и на всю дорожку ставлю бриквал лимитра со значением минус 1 и нажатой вот этой кнопкой если в аудишен то в том же самом окне match loudest жмем кнопку match loudest settings тут выбираем первый пресет и target loudest пишем минус 14 а макс то пик level минус 1 децибел все жмем ран и можно сохранять наконец-то наконец-то я изобрел работающая вещь еще как работает это самый простой способ загнать звук в требуемые рамки что уже хорошо но имейте ввиду что если вы будете сравнивать громкость своего видео с громкостью других видео на площадке то вполне возможно ваш вариант будет тише чем другие поскольку вы теперь знаете воспринимаемая громкость зависит и от величины сжатия и от частотного состава а чтобы влиять на них воспользуйтесь компрессией сатурации и эквалайзером но нужно точно знать что и для чего вы используете напишите в комментариях понятно ли я объяснял потому что на саундгане где я обучаю люди к этой теме уже знают как крутить все инструменты и понимают анализаторы благодарю вас за внимание за палец вверх и подписку на канал и большое спасибо за идеи для новых видео я их обязательно буду совмещать со своими идеями с вами был руслан гопиров в канал несус pride music всем сочных звуков до связи это мой последний эксперимент самый крупный к нему я готовился всю жизнь и так youtube требует минус 14 lufs integrated а что будет если закинуть туда видео погромче я закинул два первое минус 14 как требуется а второе минус девять с половиной lufs то есть громче просто в том же самом видео я посильнее сжал звук компрессором вот так выглядела волна с пережатым звуком до youtube а так она выглядит после попадания на youtube то есть он автоматически снизил громкость под свои требования а эта дорожка которая была заранее сделана по требованию и тут как было примерно минус 14 так и осталось после попадания на youtube и смотрите какая разница между тихими звуками и громкими то есть динамический диапазон тут выше такая дорожка будет звучать более выигрышно зритель будет уставать меньше и само видео будет восприниматься более приятным поэтому даже если площадка умеет сама подгонять громкость имеет смысл готовить громкость заранее такую какую требуется и второе из интернета мы слышим уже преобразованный звук и тут через анализатор я вижу что со звуком уже стало они что с ним было перед тем как автор загрузил его на площадку я проанализировал больше 20 классных видео с ютюба и вимео и обнаружил что где-то трубики даже выше 0 децибел а это означает что при прослушивании на некоторых источниках на смартфонах например или в некоторых наушниках будут слышны искажения скрежет щелчки перегруз и так далее а звук влияет на впечатление от всего видео и за все эти недочеты перед клетом отвечать нам кстати вимео похоже сам громкость не меняет и никаких рекомендаций и требований я пока не встречал поэтому нужно самостоятельно ограничивать труб пики делайте им запас как минимум минус 1 децибел как на ютюбе или даже еще ниже чтобы избежать искажений и кстати в описании я оставил ссылку с этими результатами вы сможете сами изучить найти эти видео и использовать их как референса в плане саунд дизайна показателей изменения динамики и так далее все до связи динамики и так далее все до сих пор